Так как я застал период 90-х голодных годов или лет в угольной промышленности, в это время было посткризисное время, я тогда работал, уже начал работать, нам выдавали зарплату по 5-7%, выдавали зарплату крупой, сахаром, я это очень четко помню. И поэтому эти голодные годы сформировали некоторый страх перед будущим, постоянный экономический страх перед будущим. Когда начался Майдан, мои родственники говорили, у нас пенсия 800 гривен, но они боятся даже ее потерять. И этот страх, со временем он стал приравниваться с страхом на Киев. Когда у них возник страх, они перестали понимать, что происходит. Непонимание вызвало агрессию. Когда происходит агрессия человека, появилась ненависть. Сейчас, на данный момент, все исходит из этого, что они до сих пор остановились на самом низшем уровне. Они боятся за будущее. Это есть определяющая... Я это писал тоже, я не помню, кто-то недавно писал об этом замечательно, что, тоже, по-моему, на украинской правде, что есть целая социальная страта в обществе, которая живет вообще в другом измерении, в другом времени, в другой системе ценностей. В то же время имя какое-то географическое положение. Когда кто-то рассуждает или думает о том, что они приняли русский мир, или для них это близка идея, это совсем не так. Или им не близка тоже украинская национальная идея. Это нечто среднее, какой-то средний такой статус культурный, который там возник. Поэтому на данный момент, я лично знаю из того общения, они постоянно сомневаются. Они говорят, то они в Украине, то они опять в ЛНР. То есть они ждут, на самом деле, в первую очередь, каких-то экономических, каких-то стабильных экономических ситуаций. И в том числе, первый и второй момент, это безопасность для себя. То есть самое главное, о чем сейчас у нас остановилось, о чем мы должны говорить, это какой-то месседж безопасности для себя. Максим, а все-таки, по вашим ощущениям, вы же общаетесь с этими людьми. Вы согласны с Константином, что люди шли в основном из-за того, что были напуганы, или все же большинство шло повеление? Ну, я общался с людьми, они шли добровольно. Их никто не понуждал. Их никто не... Да, там были, да, мало участков. Да, там на 40 тысяч был один участок, когда они голосовали 16 человек в минуту, невозможно было проголосовать бы. Да, вот. Да, это все. Но я точно знаю, что это их позиция. То есть мы должны просто... Мы должны разобраться, почему они на этом остановились. Я много общаюсь с людьми в Фейсбуке, много чего я слышу. И к чему я в последнее время пришел? О том, что одно из достижений Евромайдана называют революцией достоинства, да? Вот когда мы начали приобретать достоинства. Но достоинство это еще и ценить в другом достоинство. И когда мы обращаемся к ним ватники и все остальное, мы на самом деле их закрываем от себя. Мы должны разобраться вообще в чем причины, почему они так нестабильны, что их до сих пор мучает. Почему они хотят и в Украине быть, и не хотят быть, и в России не хотят быть. Это объективно. То есть об этом мы и говорят. Понятно.